На вокзале встречают омскую сборную по русской лапте, сумевшую повторить свой прошлогодний триумф и второй раз подряд ставшую чемпионом страны. Свой высокий титул спортсмены подтверждали на чемпионате России с 11 по 17 августа в городе Октябрьске, республике Башкортостан, где встретились шесть сильнейших команд страны. Несмотря на серьезную конкуренцию и высокий уровень подготовки команд, омские спортсмены смогли выступить, не проиграв ни одного матча и вновь став безоговорочными лидерами турнира. В этом году очень сложно было, потому что мы отстаивали честь чемпионов России, также мы являлись обладателем Кубка России. В этом году мы приезжали на чемпионат, отстаивая свое звание и все другие команды, которые также приехали, сильнейшие команды других регионов России, как бы настраивались на очень серьезного соперника. Но мы в очередной раз не подвели и, как обычно, за последние два года, не проиграв ни одной игры, доказали, что мы чемпионы России в этом году. Чемпионов встречали представители спортивной общественности, родственники и их верные болельщики. Не секрет, что выиграть чемпионат России это сложно, а подтвердить, то есть выиграть во второй раз, это в два раза, наверное, сложнее, потому что команды соперники уже знают это и, соответственно, готовятся, настраиваются на нашу команду. Выходит давать бой. Болели, поддерживали, выезжали. Просто я два дня назад вернулся, я немного пораньше вернулся, нежели команда. То есть практически все игры провел с командой только на трибуне. Получил много хороших положительных эмоций, особенно когда играла команда со сборной Воронежской области. И достаточно напряженный матч был. Мы даже переговорили с представителями, что пару игр таких и все, голоса совсем не будет. Учитывая усиленную подготовку соперников и их боевой настрой, участникам нашей сборной предстоит готовиться к следующему сезону с двойным или даже тройным усердием. Новый сезон стартует весной. До поездки на чемпионат страны спортсмены по традиции проявят себя на районных и межрегиональных соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова